Слушай, ключевая идея. Вот есть, кстати, я тебе хочу спросить, знаешь ли это что такое теорема Гёделя? Математики. Теорема Гёделя? Ну ты большой юморист и художник. Мне ну такие вопросы задают и отвечать неудобно даже. Что такое? Теорема Гёделя. Это значит в какой-то системе, где мы находимся, решаем какой-то вопрос, какую-то проблему. Всегда нужно выйти за рамки этой системы, чтобы найти ресурс, чтобы решить эту проблему. Ну как ты художник, когда ты рисуешь картину, ты должен отойти от холста, чтобы увидеть её целиком. Поэтому я думаю, чтобы найти ключевую идею России для всего мира. И чтобы и Запад, и Восток повернулись лицом к России. Для этого надо выйти за рамки тех бытовых проблем, где с этой высокой точки зрения виден весь земной шар, всё человечество. И понять, почему, например, Россия всегда находилась между полюсами западного мышления и восточного, между Западом и Востоком. И поэтому переписывала свою историю каждый раз заново. И понять, почему, например, всякая попытка демократизации приводила в результате к централизации управления. Да-да-да. И понять, что как раз-таки между Западом и Востоком, как раз-таки Россия, которая и по своей исторической миссии может сейчас, как говорить, генетически-исторически предназначена именно согласовать духовные и материальные ценности. Да. И только Россия может это сделать. Ни Китай, ни Индия, никакая другая восточная страна. Да, а только Россия. Потому что именно в России такая культура, многонациональные семьи, которые одинаково инстинктивно понимают и ментальность культуры Запада и Востока. Ну, например, ментальность культуры – это что такое? Первичность материальных ценностей или восточных ценностей? Вот, например, вектор Западный, он идёт по перечности материальных ценностей. Например, там говорят, если ты умный, где твои деньги? Ну, к примеру, да? А восточная ментальность? Ну, короче говоря, из-за этого всё время происходит какой-то кризис у людей. В России люди не потому в большом стрессе, потому что денег, может, не хватает, а потому что даже матери не знают, на какие ценности архитировать при воспитании детей. Потому что быть хорошим человеком трудно, не выживешь. А против воспитания такого циничного директора, которому ради денег там не хочется такого воспитывать. И вот эта вот неопределённость постоянно держит людей в напряжении. Отсюда есть стресс. А это всегда так было. Это всегда так было, что и так будет, по идее, пока Россия не выступит именно со своей инициативой, которая она генетически, исторически предрасположена, потому что это единственная страна, которая находится именно между Западным и Востоком. Поэтому всегда все революции и попытки демократизации приводят к централизации управления. Этого никто не понял и не понимает. Вот и Пушкин были, и декабристы, и Грибоедов. Вот Грибоедов он написал, намекнул царю в своё время, почему так происходит. И все долго ждали ответ царя. Что же он ответит на письмо Грибоедова? А он разобрался, да, разобрался, молодец. Ещё в то время царь долго не отвечал, и вся страна ждала, что же он ответит. И наконец царь ответил, что Грибоедов вроде бы тёкнуты. Ну так можно сказать. Ты представляешь, как интересно? Да, чтобы понять, почему всё время попытки демократизации превращаются в централизацию, управления, нужно выйти за рамки обычного понимания, подняться над всей планетой, с такой точкой высокой зрения посмотреть на всё человечество, и только потом это будет понятно. И самое интересное, пока так не подняться, трудно сказать, потому что Киплин говорил, запад есть запад, восток есть восток, и им никогда не сойтись. А Достоевский говорил, душа русского человека открыта всему миру. Вот откуда исходит база для создания ключевой идеи России. Да, ключевой идеи России. Вот что интересно. Душа русского человека открыта всему миру. А вот эти вот центробежные, центросерметные силы ментальности, культур Запада и Востока всё время закручивают именно к централизации управления. Да, да, вот это интересно. И вот это вот... Подожди пока, подожди пока. Я тебе скажу важную вещь. Важная вещь заключается в том, что релихи тоже об этом говорили. Релихи говорили об исторической обистии России. Об этом говорил Бердяев. Да, были, были. Вот исторически это всё было, но тогда было не то время современное, как сегодня. Потому что с развитием научно-технического прогресса как раз-таки появляются коммуникации, коммуникации, интернет, телевидение и всё прочее, которые как раз-таки и помогают, наконец, России осознать, осознать и сформулировать вот эту ключевую идею. Потому что, если ты можешь вспомнить, а может и не помнишь, это на моём веку было уже, когда первый телемост был. Да, вот перестройка началась. Я помню, конечно, да. Да, ты помнишь, это Познер был. И там один очень известный ихний журналист американский забыл фамилию. Ну, там как-то я забыл. Да, да, да. Да, ну там как раз-таки, как раз в начале перестройки это было, первый телемост между Западом и Востоком, как бы через Россию. И там молодёжь была с этой стороны, с нашей и с их стороны. И вот они разговаривали, и они вдруг начинали понимать, что и на том конце планеты тоже матери любят своих детей, так же, как и наши матери и так далее. И много чего начинали понимать. Но потом опять это закрылось. Потом опять получилась централизация управления там и прочее, прочее. Так вот сегодня наступил момент, который обнажил все кризисы Запада, все кризисы Востока, все кризисы России. И вот это как раз-таки пандемия, изоляция как раз-таки помогает высветить, высветить. И России опять нужна такая какая-то своя ключевая идея, с которой она может выступить. Но здесь нужно, чтобы она продемонстрировала своё желание и для этого использовать опыт России, создавать чемпионаты мира, создавать Олимпийские игры и так далее. Использовать это, и чтобы Россия создала такой телемост или платформу. Решение глобальных проблем человека и человечества. Это кризисы, войны, там однополые браки, там и ядерные отходы, сохранение в человеке человечности, в этих сложных условиях. Вот это вот, чтобы Россия использовала это, опираясь на Достаневского, на Пушкина, на декабристов. Как говорил академик, который был председателем комиссии по Чернобыльской аварии, почему она произошла, он говорил, мы подняли Гагарина, на плечах Пушкина, а сейчас образование падает. Вот видишь, как ситуация складывается. И поэтому сейчас у России есть все возможности, и весь мир, и вся планета ждёт, что скажет Россия, потому что западом и востоком. не в географическом понятии Евразии, там и ещё как-то, а именно между ментальностями культуры запада и востока. И вот слово Россия сейчас может быть, если оно выступит с этой ключевой идеей, и запад и восток подойдётся к ней с вниманием и с лицом, и Россия может сплезть с нефтяной иглы, потому что и на западе, и на востоке человек по природе творец. Да, человек по природе творец. Да, даже в Библии написано, и решил Бог создать человека по своему образу и подобию. Но Бога-то никто не видел, в прямом смысле, стало быть, по сути, Он создатель, и стало быть, Бог человек, это творчество. Это творчество. И поэтому, если Россия, во-первых, сделает несколько шагов, это авторские права, там чётко пропишет, меценатство чётко пропишет, все эти вопросы очень так расплывчато прописаны в законодательстве. Потом создаст эту платформу, чтобы хотя бы раз в год, не просто это было политическое, мы же не политики, мы же не о политике говорим, а чтобы это был мост, где бы любимые писатели, поэты, спортсмены, чтобы они собирались и обсуждали глобальные проблемы человека и человечества. Но для этого нужно, чтобы страна действительно продемонстрировала, что она это хочет, чтобы она именно собрала этих людей, вложила в это, в эту идею ключевую, и чтобы вот эти любимые в своих странах писатели, которых все там любят, уважают и знают, и мнением считается, собрать, и раз в год они бы проводили этот форум, и там вырабатывали решения, вырабатывали решения, и все человечество, вся планета смотрела бы на это, так же, как на олимпийские игры, с таким же интересом, и увидела, что Россия демонстрирует именно новый, свежий глоток, потому что на самом деле людям этого кислорода не хватает, кислорода не хватает, легкие, легкие у людей, боятся коронавируса, и то же самое, это метафора, и на самом деле и правда, потому что люди не знают, на что ориентироваться, что правда, что неправда, что есть хорошо, что плохо, как раз таки вот на этом форуме бы обсуждались глобальные проблемы человека и человечества, и это было бы, знаешь, как в фантастическом рассказе, где совет мудрейший, собрался и думает, как поступить, а это бы мудрейшие были бы, люди, которые уже проявили себя в жизни, за плечами которых уже что-то стоит, им доверяют, да, совет мудрейших планеты, совет мудрейших планеты, да, так же, да, конечно, в этом же и суть, в этом и суть, совет мудрейших планеты, да, которые уже отобраны, ведь эти мудрейшие есть, и великие режиссеры, выдающиеся, которых все знают, великие писатели, да, но надо же, чтобы их пригласить, и чтобы весь мир на это смотрел, это дыхание планеты, это уже кислород, потому что у людей появляется надежда, раз Россия выступает с такой идеей, значит, она хочет согласования запада и востока, чтобы не было сплошной только глобализации в направлении вектора первичности материальных ценностей, и чтобы не было вечных протестов, связанных с первичностью духовных ценностей, и там бы я рассказал, что свободы на самом деле не одна, а две, и что эти свободы утренние и внешние молодец, вот, ты тоже психофизиолог, ты тоже художник, ты тоже понимаешь это, поэтому я с тобой разговариваю. Спасибо, спасибо, спасибо. Не скажем и поговоришь, потому что все заняты только комментариями, комментариями текущих событий, и вот почему я начал стереом играть, это что надо выйти на другой уровень мышления, на другой уровень мышления, откуда посмотреть на все это сверху, потому что есть у человека потребность в целостности, и оказывается есть потребность в целостности у человечества, и поэтому оно сразу, как на свежий воздух, как на свет в туннеле, сразу кинется смотреть, что же они эти мудрецы там между собой обсуждают эти самые актуальные глобальные проблемы человека и человечества, и что же они там, и все бы в этом участвовали, да, вот это, вот это, вот это, да, но мы об этом еще поговорим, хорошо, что ты внимательно меня послушал, потому что ты понимаешь то, что я говорю, но мы политикой не занимаемся, и мы художники, я врач, ты психолог, и мы прошли все, и подготовку там военных проходили, и выводили людей из острого стресса, первыми выводили из острого стресса, и в Касписке, и в Беслане, и учили психологов, там, чем есть, там, и психологов, МВД, очень много чего сделали, и поэтому я тебя приглашаю как участника, как участника вот этой платформы, и мы всех будем приглашать, а у нас очень много в России выдающихся людей, выдающихся людей, которых надо туда приглашать, но я думаю, я думаю, что если, а у нас много умных журналистов, если умный журналист это услышит, увидит, он начнет это развивать, задавать вопросы, и тогда я скажу как психопризиолог, который знает как работают две половины мозга, из которых и произошли запад и восток, как они взаимодействуют в момент принятия решения и в момент реализации решения, да, и тогда действительно наша страна выполнит свою историческую генетическую миссию, о которых говорили люди. и синхронизируют процессы запада и востока, прибыль к объединению людей, а иначе на самом деле это же проблема особенно сегодня планетарного масштаба, еще пару каких-то вот таких действий в смысле или что касается значит загрязнения природы, что касается это тоже одна из глобальных проблем человека и человечества, вот такие проблемы там будут обсуждать идеология в глазах условий да сегодня люди убивают планету и сами себя и кто-то думает, что их это не коснется, в конце концов это же приходит к тому, что уже потом необратимость становится, поэтому еще есть возможность спастись людям на этой планете, и дальше дойдет до тех, кто руководит этими процессами. Вот именно то, о чем мы сейчас говорим, именно наступил момент, когда это надо выдать всем. Наступил момент для того, чтобы сохранить разум на планете, для того, чтобы сохранить человек и человеческое, это очень важно, потому что на нас наступает вот это возможное чипирование, возможное зомбирование, много чего, искусственный интеллект скоро возьмет вверх, и мы определим там, чем же отличается человек от искусственного интеллекта, я уже немножко понимаю это, отличается тем, что только человек может делать открытия, только человек делает шедевры, да, и поэтому он никогда не потеряет своего места под солнцем и рабочего места, да. школа наша человек будущего не даст интеллекту искусственному быть выше человека, конечно, вот школа ваша и не даст и не даст наша школа человека будущего хомохутурс, которая изучает мышление гениев и мышление чемпионов, для того, чтобы понять, как устроена эта психология победителя, да, теперь ее будут знать все, ну вот теперь да, как это передавать людям, 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 чтобы пользовались, развивались, обучились, чтобы каждый человек сегодня в изоляции, когда очередной раз слышит о том, что наша страна уникальна, да, наш путь уникален, теперь наконец осознал, в чем потенциальная уникальность нашей страны и пути и реализовал ее.